Для Водолея апрель 2022 года пройдет наволнение бычайного энтузиазма и предприимчивости. Завидная активность в тандеме с продуманными действиями позволит достичь отличных результатов во всех сферах жизнедеятельности. В апреле Водолеев ожидает динамичная и во многом результативная пора. Уже с первых дней второго весеннего месяца заметно возрастет энергетический потенциал, а вместе с ним устремятся в истворческая и деловая активность. В этот период и особенно в первой его половине, представители стихии воздуха будут готовы реализовывать грандиозные планы и проекты, смело подключая к делам помощников и партнеров. В целом апрель благоприятствует налаживанию отношений с руководством и вышестоящими персонами, а также урегулированию старых юридических вопросов. Что касается денег, то сейчас у Водолеев будут все шансы для того, чтобы обеспечить себе безбедную жизнь. Судьбоносные события могут произойти и на любовной арене, особенно если речь идет о поиске второй половинки. В первой половине апреля Водолеи станут еще более целеустремленными, усилятся интуитивные способности. Поэтому на смену спешности и суетливости придут взвешенные решения и трезвый расчет. Четкое стремление наладить связи с компетентными партнерами, мудрыми учителями и спонсорами поспособствует укреплению материального фундамента и поступлению перспективных предложений. Во второй половине месяца энергичность Водолея ослабнет, а во главе угла могут оказаться иные темы. Основные тенденции. Пик удачливости и деятельности Водолея в апреле 2022 года придется на первую декаду. В это время представители воздушного зодиакального знака смогут эффективно взаимодействовать с окружающими, проводить деловые переговоры и неформальные обсуждения, а также путешествовать. Общение с партнерами на тему перспектив роста или новых видов деятельности масштабные планы и проекты станут источником позитивных перемен и более креативных форм творчества. В этот удачный период Водолею следует проявить предельную активность, поскольку добиться максимальных результатов, достичь долгожданных успехов в сфере карьеры и бизнеса удастся без существенных потерь и с минимальными усилиями. Меж тем в начале апреля активизируется амбициозность и властолюбие, из-за чего Водолеи могут стать излишне принципиальными и категоричными в своих суждениях. Отсутствие гибкости и дипломатичности ярко проявится в общении с любимыми и родными людьми. Учтите, что вероятное напряжение в близких взаимоотношениях может лишить вас надежных тылов. В итоге Водолеям придется потратить колоссальное количество энергии, чтобы своевременно урегулировать обстановку в семейно-любовной сфере. В эти дни важно прислушиваться к сторонним мнениям, потому как большинство Водолеев будет воспринимать происходящее не совсем объективно. Вторая апрельская декада пройдет активно. На первый план могут выйти всяческие разъезды и интенсивные коммуникационные процессы. В середине месяца многие Водолеи могут рассчитывать на финансовые успехи, прибыльные предложения и многообещающие проекты. Меж тем могут активизироваться недоброжелатели и тайные завистники. Не исключено, что раскроются некие секреты, а скрытая деятельность Водолея превратится в достояние многих. В этом случае представители воздушной стихии лишатся защищенности и станут более уязвимыми относительно происков недругов. На этой почве может возрасти обеспокоенность Водолеев, когда они могут поддаваться необоснованным страхам и разного рода сомнениям. Обрести спокойствие и объективность удастся, но только благодаря поддержке надежных друзей или близких людей. Кроме того, в это время Водолеям желательно бережнее относиться к своему здоровью, поскольку возможны скрытые формы заболеваний. В третьей декаде апреля уровень жизненной энергии понизится. Вместе с тем типичные Водолеи могут стать слишком легкомысленными и невоздержанными в своих тратах. В этом случае развлечения и удовольствия превратятся в своеобразную отдушину, став приоритетной статьей расходов. Из-за этого деньги едва ли будут задерживаться в руках Водолея. Не исключено, что все заработанные средства будут спущены на ненужные покупки или вовсе бессмысленные вещи. Под занавес месяца постарайтесь контролировать эмоциональные порывы, чтобы не нанести урон постепенно укрепляющемуся бюджету.